Всем здарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Нигма, продолжаем играть сми в различные андроид-игрушки и возвращаемся в день R. Итак, собственно, на чём мы с вами остановились? Мы остановились около городов, и здесь должна быть Саша, вроде бы, где-то здесь. По-моему, в Новокузнец... Да, вот сверху Новокузнецка. Мы ещё, по-моему, не залутали этот город, и нам нужно будет залутать все эти города. У нас сейчас очень много веса, мы можем просто набирать всё, что угодно, из-за того, что у нас теперь появилась с вами машина. И надо бы ещё починить, кстати, туристический рюкзак, почему бы нет? Да, и что ещё хотел сказать? Последнее время видосы у меня на канале выходят чуть реже, чем обычно. То есть я не каждый день их, там, через день, бывает, записываю, бывает, ну, не через день, допустим, в этой неделе я записал, ну, видосов, ну, 4 дня или 5 дней только в неделю записывал видосы. Ну, короче, просто сейчас очень жарко у нас, у нас пошла такая капец какая жара выше 30 градусов, и очень тяжело, знаете, записывать очень много. Вот, особенно когда, чтобы не мешал звук с улицы, ты закрываешь окна и сидишь просто паришься в 30 чем-то градусов, это просто жесть какая-то. Так, но через пару дней вроде обещают похолодание, и там уже будет попроще. Вот, собственно, это всё, что я хотел сказать, пошли лутать. Посмотрим, что здесь у нас. Хочется побольше, знаете, каких-нибудь там разных игрушек других поснимать, и, может быть, что-то новенькое вышло посмотреть там. И ещё хочется... Так, давайте возьмём ниточки здесь. Я не знаю, нужна ли нам вода, у меня, в принципе, она есть, наверное, не буду пока брать. У меня веса, конечно, много, но... Как бы лишнее тоже набирать, которое мне... Что мне совсем не нужно, тоже не особо охота. Так, и у нас здесь остался ещё буквально домик и школа. Давайте домик мы полностью залутаем, потому что здесь есть достаточно полезные вещи. Теперь еду мы можем уже собирать, ну, практически в неограниченном количестве. Даже тряпочек немного возьму на всякий случай. И будем собирать вообще максимальное количество бензина. Будем сделать себе... Будем делать себе огромный запас бензыча на долгое время. У нас уже-то достаточно неплохо его, то есть 70 с чем-то литров. Я даже ножик могу себе позволить ещё один взять, из-за того, что у меня сейчас побольше этой штуки, потому что ножей я с собой мало таскал в последнее время. Так, но тряпки я не буду набирать прям в супер... Хотя, с другой стороны, я могу же, по сути... Так, во-первых, давайте покормим нашего питомца. Ну да, конечно, почему бы не напасть на меня паре медведей, действительно. Ну, здесь я легко, в принципе, уйду от них, без особо каких-то проблем. Они же вроде не умеют разбегаться и ударять, как кабаны. Да, и кабаны вроде бы не могут разбегаться, только если на соседней клетке с вами находятся, они врезают в себя, наносят повышенный урон, затем отходят. Так, вот это самое главное помещение, но оно, конечно же, будет закрыто, а как же без этого? Надо будет ещё бомбочек себе покрафтить, знаете, взрывных, чтобы некоторые двери отпирать. И надо посмотреть, что у меня по ткани. Стоит ли мне её набирать или не особо? Давайте я соточку, примерно, соберу, а потом перестану уже ткань набирать. И, к сожалению, здесь вообще нет бензина. Просто ни одной машины не было в этом городе. Но у нас ещё впереди дофига городов. Мы почти приехали в пункт назначения. Я бы хотел сначала по сюжету, кстати, пройти, а только потом уже идти непосредственно города залутывать. Я думаю, будет проще именно через город пройти. Да, мы нас могут здесь напасть, но мы можем сократить. Хотите, с другой стороны, что тут сокращать путь особо... Не особо он и сокращается, скажем так. Давайте сначала зайдём и узнаем, что у нас в Новокузнецке. Поселение обдесено высокой стеной. Ворота заперты. Очевидно, что просто так туда не попасть. Попытаться узнать про Сашу. В военный городок меня сперва не хотели пускать. Только обыскав удостоверившись, что я не шпион одной из местных бат, меня пропустили к лидеру. Оружие мне пришлось временно оставить у них на складе. При этом всю дорогу меня сопровождали двое с автоматами. Борис, бывший майор и глава военного городка Степной... Глава городка Степной? Или Борис Степной его зовут? Чё-то я не понял. Встретил меня холодно. Закурил мятую сигарету и велел быстро выкладывать. В чём дело? Здравствуйте, я пришёл из пустоши. Я ищу одну девушку, Сашу. Она должна была прийти к вам сюда из Барнаула в 86-м году. Да, помню. Была такая. Бунтарка та ещё. Да только ты опоздал, приятель. Года этак на два. Борис покачал головой. Её бандиты украли во время одной заварушки. Больше мы её не видели. Твою мать, сука! Тупые бандиты. Бандиты украли? Местные? Какого хрена вообще? Она же... Чё они могут с ней-то повезти? Бандиты украли местные? Нет, не местные. Заезжай за бакана. А чего ищешь её, родственница? Дочь. Борис вздохнул. Дочь? Понятно. У меня самого сына зарезали. Те же абаканские бросили нам к воротам его голову. А Васька у нас настоящий герой был. Командир от бога. Мы тут все им гордились. Я с тех пор и сплю. И вижу, как перережу глотку его убийцы. Так до чего вы ждали? Почему не напали на них в ответ? У вас же тут столько бойцов, да и оружия в достатке. Поверь, мы все тут мечтаем нашинковать этих уродов. Но не вариант, друг. Они заняли бывшую военную базу посерьёзнее нашего степного раза в четыре. Там очень крутые укрепления. Как бы я ни любил сына, я не могу посылать людей на верную смерть. Ясно. Как вы думаете, Саша ещё там? Откуда мне знать? Слушай, я тебе правда сочувствую, но лучше смирись. Живи дальше, не вернёшь ты дочь. Ты охренел? Это мне решать, во-первых. Во-первых, нужна целая армия, чтобы взять абаканских. Во-вторых... Глядя на майора, мне показалось, что он сам чертовски хочет перебить этих бандюк. Я решил попробовать ещё раз. Вы ведь хотите отомстить за сына? Борис промолчал. Да, хочу. Но эти парни мои бойцы. Тоже чьи-то дети. А их там перестреляют, как кроликов. Ни за что. Может, всё-таки есть способ взять абаканскую базу без армии? Вашими силами. Борис почесал подбородок. Чисто теоретически есть. Южные ворота не послабее главных. Их можно подорвать. Но штука в том, что с динамитом к ним не подберёшься. Сначала старые траншеи, а дальше открытая площадка. Единственный пулемётчик всех наших покосит. Был у нас когда-то противотанковый ракетный комплекс, Метис. Да вот один кретин, не буду показывать пальцем. Умудрился утопить его в болоте. Осталось парочка ракет, да запускать не с чего. Может, я смогу найти другой комплекс? Борис хмыкнул. Так, сказал будто я тебе пистолет Макарова прошу. Ты хоть представляешь себе, что это такое? И всё-таки я попробую. Погоди! Есть мыслишка. Если ты совсем отчаянный, езжай в Уфу, в военную часть. В 83-м туда отправили партию метисов. Прямиком с завода. Да подразделение вряд ли вывезло всё подчистую. С тех пор, как в Уфе появились гигантские пчёлы, туда никто носа не сует. Какие нахрен гигантские пчёлы ещё задичь? Что это такое? Я первый раз об этом слышу. Я могу понять, почему по той же причине вы не посылаете туда своих ребят, да и ехать далеко. Поищу комплекс где-нибудь, где нету гигантских пчёл. Я не был ли случайно в Уфе? Ладно, я еду в Уфу. Ты дослушай сперва. Ты сам нихрена не найдёшь. А найдёшь ещё ведь собрать надо. Так вот, в посёлке по Челябинскому есть военный инженер. Спиридон Кугель. Он работал одно время в Уфимской части. Должен помочь, если ещё не спился. Привет заодно передашь от старого забутыльника. Отлично, так и сделаю. По-моему, если я не ошибаюсь, по карте мне нужно возвращаться куда-то назад. Ииии, как бы я серьёзно. Может быть чуть-чуть вверх и назад, как-то так. Ну, с Борисом больше вопросов не имею, как бы, бла-бла-бла. У нас вечер с вами, и нужно, по сути, посмотреть. По-моему, должен быть реально где-то назад. Да-да-да, я таки думал. Вот прям под Сверловском находится Челябинск. Как бы знаю, потому что я в Сверловске живу. Ну, в Екатеринбурге. И у нас, короче, есть ещё, получается, этот... Уфа, она, по-моему, да. Она тоже вот рядом с моим городом. Вот здесь-то она находится. Почему у меня... А, да, на карте уже нельзя указывать на глобальное. Это он просто показывает. Я думаю, что не нажимается, стрелочка не меняется. Нам придётся ехать как-то через верх. Но я бы, конечно, поехал вот через эти леса, степи, болота и так далее. Чтобы не идти уж той же самой дорогой. Но, блин, конечно... Потому что той же самой дорогой нужно идти такой себе. Нам нужно где-то обосноваться с вами, недалеко от города, чтобы... Так сказать, мне даже больше дров понадобится, на самом деле. Давайте сразу дофига дров, часик потратим времени. И разожжём нормальный костерок, во-первых. Во-вторых, соберём шалашик. Так. И можно, в принципе, себе ещё пожрать, приготовить по-хорошему. Давайте мы для начала сделаем мою любимую еду. Ну, не мою любимую. Моя любимая это макароны с тушёнкой. Но это вторая по-любимости, потому что это единственные рецепты, которые я знаю. И то, чтобы... Не то, чтобы это рецепт, это просто такая тема, знаете. Соль. Соль ещё одну. То есть 7 сухарей, 2 бутылки воды, получают 2 похлёбки, которые в общей сложности сотку примерно восстанавливают. И надо будет сварочный аппарат починить также, но для него нужно много этого... Много кобелей. Вот этих вот. И мне сказали, что вроде бы разбирая какие-то вещи, верстаки, разбирая другие генераторы и другие сварочные аппараты, можно получать эти провода. Поэтому, если найдём что-то подобное, посмотрим. Сейчас мы будем залутывать достаточно большой город Новокузнецк. И в Прокопьевске, в Киселёвске, в Краснобородске тоже надо будет зайти. И вообще сюда. Мы пойдём с вами в эту сторону. Возможно, сначала стоит залутать этот город и 3 нижних, даже, может быть, 4 или 5. Кимиртау и Мандебаш тоже. Но хочу сначала, наверное, всё-таки разобраться... Первым делом 100% с Новокузнецком. И надо бы немножко пожрать, так как я уже достаточно сильно проголодался. Или же всё-таки... Да нет, я поем, наверное, сразу. О, сразу минус процент. Зашибись. Можно ещё сальцем всё это заесть. И запить водичкой. Так, у нас, в принципе... Я не буду сегодня читать книги, потому что у нас слишком поздно уже. Я лучше посплю до раннего утра и будем утром выдвигаться с вами в Новокузнецк. Итак, сегодня у нас, видимо, будет очень-очень много лута. Очень много городов. И будем собирать максимальное количество вещей. Нифига себе, город огромный просто. И нам нужно для начала залутать самые важные точки, по сути. Так, на дороге у нас есть, собственно, машины. Начнём, наверное, сливать топляку. Нам пригодится в огромном количестве. Как вы понимаете, с машин нельзя получить. Кстати, можно ли с аккумулятора получить какие-то провода? Мне просто интересно. Давайте я потрачу час времени, чтобы просто проверить, можно ли разобрать этот аккумулятор. И нет, с него только свинец. Разобрать его нельзя. Я понял вас. Так, ну давайте мы разберёмся, собственно, с топливом. И надо залутать бы самые важные точки города. Так, давай-ка ты это сломаешь, наверное, ломом всё-таки. Ломы есть пока что. Я, кстати, не знаю, сколько у меня ломов. Давайте проверим эту тему. Ломов у меня опять что-то хрена. То есть можно ломы использовать спокойно и не париться. Здесь тоже должно быть закрыто. Тоже, скорее всего, лом придёт... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, здесь, видимо, только один вариант. Это сделать бомбочек. Причём можно сделать их побольше. Блин, а у меня клея же нету. У меня клей сейчас закончится. Я буду изоленту уже тратить, по сути. Сколько у меня клей осталось? Если он вообще остался. Ну, ещё есть, да. Ладно, хорошо. Я понимаю, что в этом складу, скорее всего, ничего нет. Но я рискну и обычу его всё-таки. Давайте попытаемся открыть. Ну, нитки и гвозди, в принципе, пойдёт. Не так плохо, как могло бы быть. Так, здесь у нас... Зайдя в жилой дом, я встретил бандита. Он сидел, привалившись в стене, и пытался перевязать свои многочисленные раны. Заметив меня, он поднял пистолет и покрепил что-то угрожающее. Предложить помощь? Когда я сказал, что хочу помочь, он лишь недоверчиво нахмурился. Но когда я медленно достал и показал ему медикаменты, он опустил пистолет и позволил подойти ближе. Выбить пистолет из его руки и пристрелить. Да нет, я помогу. Я не хочу никому вредить. То есть, он же не начал в меня сразу стрелять. Он просто, типа, из-за того, что это... Видел вовне угрозу, а потом он опустил оружие, как бы... Да, поможем ему. Я дал ему обезболивающий, обработал раны и помог с перевязкой. Бандит был очень удивлен и в качестве награды нарисовал мне карту, когда мой зевосхронов с вещами. Спасибо, братан. Мне не жалко, у меня медикаментов много пока что. Так что я не парюсь на этот счет. Блин, как же быстро выходит из строя вот это вот все. Я хочу разобраться сейчас... Да, эта кнопка не работает. Я хочу сейчас разобраться с картой. То есть, я ее прочитаю и мы узнаем с вами, где это находится. Ну, сюда мы сходим, соответственно. Потом уже, когда заутаем новокузнец. Надеюсь, у этого здания нету срока, и я смогу в любое время зайти. Так, как бы здесь-то понятно. Давайте посмотрим, что здесь. Вот изолента мне очень нужна. Ее я обязательно возьму. Давайте мы ломик используем для этого. Сухарики я тоже буду собирать, потому что я из них готовлю похлебки. Достаточно вкусные. Поэтому, почему бы нет? Это мне тоже пригодится. Стрелы мне пока не нужны. То есть, да, там есть в крафте новый арбалет, но мне он как бы не так сильно нужен. Давайте еще раз рискнем. Тоже складик золотаем. Здесь просто реально может быть что-то очень годное. Лежать в ящике. Вот, зацените! Нормально! 20 чем-то гвоздей еще изоленты с десяток. Нормальный. Нормальный хабар. Так, ну здесь мне ничего не надо особо. Давайте посмотрим, что еще у нас здесь лежит. Так, ну, естественно, я не такой, чтобы собирать вообще все-все-все. Я буду брать только нужные мне вещи. Вот кофеек здесь есть. Но стоит ли кофеек того, чтобы... Давайте посмотрим, сколько у нас вообще кофе осталось. Да не, у меня дофига кофе. Мне не нужно особо ни спички, ни кофея. Так что оставлю этот кофе. Не буду тратить время на лутинг дома. Так, еще бы хотелось вот эти вот штуки забрать и... Ну, наверное, еще солью вот бензыч с тачек. По мелочи, так сказать. Ну и вот здесь вот еще, наверное, солью и буду уже выходить из города и идти на свой лагерь. Ну да, естественно, банда бандитов. Почему бы, блин, нет? И могу ли я здесь без урона пройти? Я могу попытаться, по крайней мере. Если я спрячусь за деревом, у меня будет шанс к вороту. И я смогу на следующий ход просто... Он меня, конечно, выстрелит, скорее всего. А, меня даже не выстрелят. Ну тогда вообще изи. То есть, как бы, легкотня. А ты можешь пройти не через сюда, а через... Ну ладно, неважно, короче. Броню я не потерял, в меня никто не выстрелил. Естественно, прочность броню у меня не упала. Блин, заново придется обыскивать это место. Ну ладно. Еще пять литров, зашибись. И давайте потихоньку двигаться к нашему лагерю. У нас горит еще костер? Да, горит. Давайте мы подкинем дров. И я бы хотел посмотреть, до скольки мы будем спать. Спать мы будем с вами до нуля, поэтому мы можем сейчас заняться чем-нибудь еще. Допустим, я бы хотел... Почитать хотя бы одну книгу. Я думаю, нормально будет. То есть, сейчас мы пару-тройку часов почитаем книгу, а дальше поспим. У нас немного... Правда, мне придется встать позже, чем обычно, да? Я до шести утра буду спать, хотя я могу, в принципе, меньше восстановить энергии, но проснуться вовремя. Да? Давайте вот так сделаем. Сотки, я думаю, мне на то, чтобы не спать день хватит энергии. И еще просто кофею себе заварю и не буду париться вообще на этот счет. Так, у нас, собственно, раннее утро и мы залутали с вами вот эту часть города. Теперь пойдем лутать вот эту часть города. Погнали сначала в полицейский участок зайдем. Так, хорошо. Давайте залутаемся. Так, есть люк у нас. И тут есть еще, кстати, очень полезные штуки в виде запчастей и... Блин, я забыл пожрать. Ничего, сейчас поедим, попьем, все будет хорошо. Я надеюсь. Так, давайте мы... Ну, сначала я обыщу все-таки. Солью все и заберу шмотки. Так, сюда к папе, к папе. Нужны ли мне запчасти для автомобиля? Ну, вот, что меня интересует. Снаряжение. Компоненты. Сколько у меня запчастей с собой для автомобиля? Четыре запчасти. Ну, наверное, я еще возьму. Благо, вес позволяет это сделать. И надо пожрать обязательно. Так, здоровье. Давайте похлебочку доедим нашу. И надо попить еще. Возможно, кстати, винище хряпнуть еще можно. Давайте еще винище хряпну. И остальное запьем уже свежей водичкой. Даже две можно выпить. Замечательно. Так, теперь осталось еще залутать... Оставшиеся части отделения милиции. Так, трупы, конечно, обыскиваем. Жалко, нельзя, нету кнопки обыскать все. Ну, то есть, обыскать все три трупа. Приходится каждый раз нажимать обыскать, 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 обыскать. Так, здесь мы воспользуемся с вами. Так, выживание. Одна ножовка у нас, но она 95% поэтому я ее использую для распила. Чтобы, знаете, не тратить лишние гранаты. Потому что у меня нету сейчас особо много. О, фильтр, зашибись, красота. Так, это я заберу, наверное. Надо, кстати, будет еще подремонтировать пару снаряжений. То есть, вот автомат поламывается. Когда будет меньше 80%, там 79, я его починю. Ну, винтовка тоже, кстати, скоро выйдет из строя. Но пока нормально, пока жить можно. Посмотрим, что у нас есть здесь. Здесь у нас есть пара машин, с которых можно слить бензин. Давайте мы так и сделаем. Скоро на меня опять бандиты должны напасть, как я понимаю. Ну, либо не бандиты, а звери. Я надеюсь, что звери будут, потому что их гораздо легче выйдеть. Так, я очень много времени потратил сегодня на лут полицейского участка. Так, ну, ради сухарей я точно не буду здесь лутаться. Ради чая. И кастрюли. Что у нас по кастрюлям? Выживание. Кастрюли у меня много. Чая у меня до хрена, по-моему. Он мне сейчас не так сильно и нужен. И консервных банок у меня... Где они вообще? Только не говорите, что у меня... А, они выживание, по-моему, должны быть. Банок консервных у меня дофига. У меня всего этого дофига, поэтому ничего брать не будем. Погнали лучше вот еще в этот дом зайдем. Посмотрим, что тут есть полная фигня. Сахар. Нужен ли мне сахар? Давайте посмотрим. Компоненты, здоровье. У меня, в принципе, 4 килограмма. Зачем мне сахар? Тратить время на лут сахара? Такое, я считаю, себе. А вот здесь уже изоленту надо обязательно брать. Это прям, гадалки не ходи, надо забирать. Так, изолента, гвозди, патроны. Здесь селитра есть обязательно, ее возьмем, конечно же. А и, соответственно, обыщем еще трупецкий. Замечательно. Здесь у нас что? Вот здесь можно взять, потому что здесь, во-первых, мало времени лутинг занимает. Опять же, банда бандитов на меня напала. Ой, так я смогу вообще легко свалить. Они ничего не успеют сделать. Офигенно. Вот люблю, когда так появляются противники. Здесь я чай возьму, потому что, блин. Потому что здесь надо мало времени лутать это место. Поэтому можно и забрать, как бы. Так, ну и последняя, собственно, локация. Это вот тут. Возьму изоленту. Изолента вообще нормально падает. Надо будет как можно больше ее собрать себе. И, может быть, даже стоит где-то еще один лагерь себе обустроить. Давайте мы еще пару машинок сегодня залутаем. Так, сольем топляка. И еще сольем топляка здесь. Так. Что-то мало топлива, конечно, в этих тачках было. Может быть, мне где-то еще один лагерь организовать? Или вернуться все-таки в старый? Наверное, все-таки вернусь пока в старый. Просто, чтобы время зря не тратить на создание шалаша, сбор дров и так далее. Потому что сейчас уже достаточно поздно. И я сегодня устал сильнее, чем обычно. Поэтому... Да. Давайте я приготовлю что-нибудь изичное на завтра. Типа вот такой фигни. И водичка нам еще пригодится. И будем, собственно, ложиться спать практически сразу. Я хочу, наверное... Просто поспать, наверное, да? Я вроде ничего особо не хочу больше. А, можно еще... А, нет, пока рано. Пока рано чинить эту штуку. Вот рюкзак можно починить. Давайте посмотрим, до скольки мы будем спать. Не, не. Надо сразу спать. Потом починим как-нибудь. Когда время будет лишнее. Главное только не забыть. Потому что я постоянно забываю. А, так. Собственно, есть тачки еще у нас здесь. И я хочу сегодня залутать центральную часть этого города. Для начала начнем с машины. У нас медленно, наверное, забивается багажник. Но очень много бензина. Очень много килограмм можно с собой таскать. Поэтому, как бы, да. Так, соль нам надо собирать. Потому что соль, она достаточно важный ресурс. Она для многих крафтов нужна. Мало того, что ты засаливаешь там сало, мясо и так далее. Но еще и при этом соль требуется в некоторых рецептах. Типа... Ээээ... Производство. Типа там кожа, клей... Ну, не знаю, как клей, конечно. Что-то... Я не помню точно просто для чего. Но для чего-то она была нужна. Так, это я возьму с собой. Это мы палатку скрафтим потом с вами. Так, я бы еще... Я залутал вот эти два дома, по-моему, да? Я же не мог просто сразу зайти в этот... В ателье. Скорее всего, залутал. Так, здесь я возьму все. Стоит ли это того? Спрашивается. Ну, если только ломом 30 минут потратить. Ну, блин, я час в общей сложности потрачу на крафт... На лутинг этого... Этого фрагмента здания. Но я только из-за соли. Только из-за соли я залутал эту всю штуку. Так, ну вот здесь книжка уже поинтереснее. Давайте опять лом используем. У нас их 5 штук нам насрать, как бы. Чувствую, мы сегодня почти весь день будем лутать. Чисто один вот этот... Не дома, как сказать, школу одну. Так, у нас разрядился противогаз. У нас сейчас идет жесткий урон по радиации. Так что надо заменить фильтр и надеть, соответственно, противогаз обратно. Так, надеваем. Все нормально, все зашибись. Это я заберу, конечно же, все. Так, на меня опять совершено нападение бандитов. Могу ли я здесь не получить урон? В принципе, да. Но, блин, опять же, сейчас будет влиять еще то, что станет собака на... Нет, не встала. Хорошо, повезло. Но, блин, ну тварь. Просто тварь. Все-таки покусала мой костюм. Придется его чинить, видимо, скоро. Вот говно, а. Так, все, мне здесь только труп нужен в этом отделении. Ибо я сигаретный магнат, я буду собирать сигареты вечно. Я думаю, это стоит того. Потому что я с помощью одной бомбочки смогу скрафтить больше бомбочек с этими ресурсами. Блин, ну их так назло казалось немного. Особенно серы. О, еще один фильтр. Повезло, зашибись. Так. Ой, я здесь же уже был. Нет, вода и дерево нам не особо надо. Так, погнали еще золотаем. Что у нас здесь есть? Нет, 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 нет. Это меня не интересует. Еще есть больница. Я, наверное, потрачу... Так как у меня много... Очень много энергии сегодня. Я могу потратить... Как сказать? Ну, в общем, не идти спать сегодня. Вот так скажем. А чисто собрать побольше лута. За двое суток. Да, я буду лутать вещи из здания в два раза дольше. Но я могу теперь лутать ночью. Плюс на меня недавно было совершено падение. Так что на меня несколько часов не будут нападать бандиты. Что тоже хорошо как бы. Так, у меня уже идет урон по здоровью. Надо пожрать себе... Пожрать вот эту хрень. И попить водички желательно. Надо будет, кстати, воду уже собирать потихоньку. Но я надеюсь, я чистую найду в этой больнице. И мне не придется грязную собирать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. О, еще один лаборантский набор. Это хорошо. Давай взрывай. Блин, бомбы скоро закончатся. И клей осталось всего где-то на штук пять, наверное, бомб или типа того. Я не знаю, они там по одному или по два клея требуют. Плюс здесь есть селитра. Сможем еще бомбочек накрафтить себе. Химнаборы тоже возьмем. Так, водичку мы тоже нашли с вами. Как я и предрекал, она оказалась в этой больнице. Так, давайте... Ну да, вот теперь и напали бандиты уже. Прошло несколько часов, и они напали. Но они отсюда меня никак не достанут. Я спрятался за стеной, собаки точно не добегут через такое расстояние. А бандиты просто не попадут с такого расстояния, потому что я за стеной, как я и говорил. Блин, прикольно. Вот здесь вот в этом городе нападает мало бандитов, и они нападают достаточно сейфово, скажем так. Я не думаю, что мне стоит залутывать это место, скажем так, до конца. Можно вот только здесь еще бензыча натырить немного. Слить топлика с тачек, и в принципе да. Так, средний сектор мы залутали, верхний 2-3 сектора мы залутали. В этом секторе я не помню, был ли я. По-моему, нет. Но посмотрим, короче, будем мимо проходить. Пока давайте еще залутаем, видимо, вот этот вот сектор. Ну и попутно заберем топливо отсюда. И я еще хотел бы, перед тем, как я пойду залутывать этот сектор, хотя, по сути, без разницы, что я сначала либо это, либо это залутаю. Давайте я все-таки сначала здесь залутаюсь. Так, проволоку обязательно берем, она понадобится для починки. Так же надо залутаться здесь. Нужно ли нам так сильно эта штука, чтобы мы потратили 60 минут? Еда, нитки и тряпки. Ну да, наверное. Я понимаю, что, возможно, я сейчас ошибку делаю, что я трачу время на банку консерв. Но просто я хочу иметь, так сказать, резервный источник... Так, все, здесь только гвозди мне нужны были. Хочу иметь резервный источник пропитания, что ли, или как-то назвать. Не то, что даже пропитание, именно сброса радиации. О, прокладки есть, зашибись. Конечно, ломом вламывай, братан. Если бы было пять ножовок, я бы ножовками распиливал здесь все. О, нифига себе у тебя был противогаз. Но у тебя, правда, мне с него все равно ничего не дали. Так, это возьмем, это возьмем и сольем еще топлика с тачки. Скоро уже бандиты снова должны напасть. Так, посмотрим, что у чела. О, есть калаш. Можно, кстати, начать собирать калаши. Типа. А с другой стороны, нафига мне их собирать? Я лучше запчасти возьму. Так. Надо еще посмотреть, сколько у меня запчастей. Для калаша именно. Револьвер, пистолет, винтовка и автомат. Ладно, у меня, в принципе, нормально запчасти для автика. Поэтому я буду, наверное, все последующие автоматы собирать. Потому что у меня есть задание принести 10 или 15 калашей или что-то вроде этого. Ну, короче, до хрена калашей надо кому-то там привезти. Может быть, даже 30 штук. Я точно не помню просто сколько. Так, ну, соответственно, мы здесь разрываем все лопатой. Я хочу, знаете, какой перк? Сокращение времени на лутинг. Вот такой перк я хочу. Так, давайте я возьму эту штуку. Еще гвоздики возьму. Обычным трупецкий. Взломаем ящик. На меня напали. Опять же, всего 2 бандита и... Ага, здесь уже без урона не пройдешь, собственно. Причем вполне... Нет, меня только один попадет. Ладно. Так уж и быть, я пожертвую немножко... С крепкостью, так сказать, своего костюма. Но хотя бы... Да, 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 да. Теперь мне придется чинить мой костюм. Ну, ладно уж, ничего не поделаешь. Переживу как-нибудь. О, мыло. Редкий ресурс достаточно возьмем. Лопату тоже забираем, соответственно. Угля нам понадобится немного для крафта этого. Так, а на КПП был? Да. Давайте еще главную площадь залутаем. И надо будет, по сути, отправляться в лагерь. Так, открываем сухпайок. Разбираем противогаз. Забираем фильтр. Зашибись. Нормально фильтры сыпятся. Обычно вообще не сыпятся. А сегодня прямо... Сыпятся и сыпятся фильтры. Или мне еще полутать целый день, а? Как вы думаете? Чисто на кофе пережить. Так, ну ради сигарет я уже не буду, как бы, залутывать до конца. Сами понимаете. Они и так отовсюду, откуда только, возможно, падают. Так, я хочу залутать вот этот домик. И я использую, соответственно, бомбочку здесь. Здесь есть целый противогаз. Я его возьму, конечно же. Потом просто его одену. А... Собственно... О, граната. Можем зал... Один форт бандитов. Серьезно, игра? РПГ-7? Целая? Не сломанная? Можно стрелять? Только гранаты сделай. А я могу их вообще, как бы, делать-то? По-моему, нифига. Но они... Вот они. Нет, самодельная ракета. А ей нужно именно выстрел какой-то там. Может быть, он делается как-то из патронов? Так, вот оружие. Патроны. Нет, я не могу делать для него выстрелов. Но... Так, самодельная ракета. Самодельный ракетомет. Но зачем мне самодельный, если у меня есть... Так, секунду. Если у меня есть РПГ-7. Ручной гранатомет. Двойной урон по броне. Выстрел ПГ-7 только надо найти. И всем будет капец. Охренеть. Серьезно, просто гранатомет? Это вообще законно? Охренеть. Блин, ну, а выстрелы вообще пока не знаю, где найти. То есть, ноль информации насчет того. Надеюсь, их не только можно получить за рекламу, но также есть какой-то шанс выпадения их откуда-то. И может быть, когда-нибудь мы с вами реально постреляем из гранатомета. Из РПГ. Но это, конечно, заявочка на что-то мощное, скажем так. Так, сюда, сюда. Так, я пить хочу. Но это дело у нас как бы легко делается. Давайте мы заварим себе чаю для того, чтобы скинуть радиэйшн. И заварим себе кофейка, чтобы повысить бодрость. О, прям как замечательно нашему герою стало. Так, посмотрим, что здесь есть. Я надеюсь, здесь ничего не закрыто, потому что в основном один мусор в лазарете. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, не мусор, но как бы ресурсы, которые достаточно часто встречаются. Так, не повезло мне еще с одним. Так, здесь я уже все залутал. И нам нужно, по сути, потихоньку закругляться. Потому что скоро... Только так кажется, что еще много времени осталось. На самом деле у нас примерно 10 часов. Это буквально несколько домиков. И будет ночь. Блин, серединку бы залутать. Ну ладно, потом уже с ней разберусь. Даже к тачкам не буду идти. Пока что залутаю вот ближайшие машины. Да, солью с них побольше бензыча. И вот эти вот домики. Думаю, как только я залутаю, по сути, эти домики, у нас уже вечер будет. Так, сюда, сюда, к папе, к папе. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас есть проволока. Так, на меня совершено еще одно нападение бандитов. Но мне нравится, как здесь нападают бандиты. Они просто не могут до меня достать просто. Хотя, блин, он же заберется... А, фух, он не дошел, слава богу. Он всего на две клетки ходит. Мне повезло с этим. То есть, что он не забрался на вышку и не выстрелил меня с вышки. Он мог бы через стены просто стрелять. Давайте я ржавую кастрюлю тоже возьму. Благо, вес пока позволяет. Могу брать себе все, что захочу. Так, еще бы хотелось залутать, еще в домике посмотреть в этом. Ну, ради гвоздей я уж не буду ничего взламывать, сами понимаете. Так, здесь мне нужен только трупы. Нужны. Так, есть водяра. Водяра, кстати, редко падает в последнее время. И даже несмотря на то, что я... Блин, может быть, где-то еще лагерь второй обосновать где-нибудь здесь, чтобы так далеко не ходить. Наверное, да. Наверное, все-таки устрою здесь еще один дополнительный лагерь. Добудем с вами дров. Ну, мне не надо, чтобы прям много-много, но мне надо хоть сколько-то. Так, нет, 140 было идеально. Давайте 140. И сразу же разводим костер. Я сегодня пораньше вышел с города. Это специально, потому что у меня высокая усталость. И мне надо еще книжки почитать. И прочим делом заняться. Типа починкой всего, что у меня сломано. Вы видите, у меня достаточно много всего сломано. Так, во-первых, хотелось бы починить составную броню свою. Да, и надо бы еще это, шалашик собрать. Дальше хотелось бы починить, наверное, мой ВАЗ-2101. И обязательно надо починить пару раз свой рюкзачок. Еще можно заняться небольшой готовкой. Я именно... Хм. Давайте сделаем вот так. Еда готова. Так, до скольки я буду спать, если я сейчас лягу? До двух ночи. Книгу я вряд ли успею уже сегодня посмотреть. Может мне еще чем-нибудь заняться? Пока не охота. Книг у меня, конечно, дофига, но... Я хочу сегодня нормально выспаться. Так, давайте мы поспим с вами примерно до 4.30, потому что там, где мы будем начинать лутать, уже будет прямо край нашего места. Поэтому можно прямо вот до стольки поспать и дальше лутаться. Давайте пожрем здоровье. Захаваем наши макароны, которые я вчера сварил. Запьем все прекрасным стаканом воды и пойдем лутать. Так, собственно, сегодня по плану залутать вот этот участок и соседний. Я думаю, больше мне времени особо не хватит. Можно опять, конечно, двое суток не спать. И, в принципе, достаточно будет логично. То есть можно так сделать, я как бы... Ну, посмотрим, посмотрим. Пока здесь ничего нету. Здесь у нас... Ну, ради гречки я точно лутать ничего здесь не буду. А вот с тачек надо бензин слить обязательно. Это один из самых важных для меня ресурсов. Потому что сейчас, когда я на машине езжу, у меня бензин уходит прямо очень быстро. Я чувствую, когда ты уже будешь ездить на какой-то мега крутой тачке на дизельном топливе, придется прямо огромные базы бандитов гопать. И то не факт, что у них есть дизель. Может быть, у них нет дизеля. А еще, я не знаю, в машинах больше дизеля, чем топлива или нет. Надо будет как-то обратить на это внимание. То есть... Насколько дизеля больше, чем топлива? Или столько же, или меньше, чем топлива? Так, ну здесь обязательно мы, конечно, взломаем. Потому что нам нужна проволока для всего и вся. Во-первых, для починки разных генераторов. Во-вторых, для... Как вы понимаете, для починки наших машин и так далее и тому подобного. Так, теперь я бы хотел залутать вот эту тачку для начала. Блин, я прямо рядом с бандитской базой. Они могут на меня целым огромным отрядом напасть. Но будем надеяться, что такого не произойдет. Книжек я очень много нашел, кстати. Я, наверное, реально двое суток спать не буду. Как-то так. И мы с вами побольше полутаем. Лом один у нас вышел в строй. Нифига себе, просто в обычном челике в школе были антирадиционные таблетки. Которые очень редкий ресурс, по сути, в игре. Вот поэтому я лутаю трупы. Многие говорят, нахрена ты лутаешь обычных чуваков? Потому что у обычных чуваков вот такое может встретиться, понимаете? Вот поэтому я их лутаю. Да, это не часто бывает. Но иногда выпадает такое, что ты охренеешь. Там калаш может целый выпасть. Может, я не знаю, там противогаз выпасть целый. Может, там сломанный противогаз выпасть. И это все как бы идет в дело у нас. Так, я возьму ножик с собой. Спортзал. Но веревки я возьму. Ибо из веревок можно нитки делать, сами понимаете. Так, я, наверное, тряпки буду еще собирать. Потому что их, наверное, уже меньше сотни у меня. Ну вот сейчас сотни. Все, сейчас уже прекращаем их собирать. Начинаем собирать только уже важные ресурсы более-менее. Так, на нас напали опять пара бандитов. Но это не страшно. И они не смогут в меня выстрелить, скорее всего. Я встану сюда. Но меня все равно один бандит достанет, мне кажется. А он сквозь стену стреляет через вышку. Блин, а смогу ли я пройти мимо собаки? Ага, хрен тут плавал. Мне придется перезапустить, потому что я не хочу получать два раза урон по своему бронекостюму. Это слишком жирно. Тем более мимо собаки. И пойду, может, она меня еще цапнет. Не хочу такого. Лучше попытаем с вами счастье в следующий раз в драке с бандитами. Может быть, так, это я возьму обязательно. Кофе, соль я тоже возьму, раз уж она здесь, как сказать, лежит вместе с остальными предметами. Так, я в домик залезу, пожалуй. Сейчас уже на меня должен напасть. Да, так и есть. Опять же, пара бандитов. Но сейчас уже другая локация. И я, по-моему, здесь опять не могу пройти без урона. Хотя, можно попробовать... Че, у него автомат. Он не должен достать до меня, по сути. Если я собаку убью на этот ход, я смогу на следующий ход свалить. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Да. Если я встану сюда и пальну пару раз с калаша по собаке, по сути, он не должен достать до меня, этот бандит, своего автомата. Да, так и есть. Теперь я могу пройти к выходу и спокойно сбежать. И мне не придется получать урон по броне. Так, я заберу эту штуку. Я здесь залутал. Нет, не залутал еще. Конечно, потратил немного патронов на калаш, но это как бы... Я думаю, мы найдем еще с вами верстак в скором времени и сможем починить. Наш калашик. Стоит ли это того? Стоит ли это бомбочек? Ну, давайте скрафтим, ладно уж. Так, где мои бомбочки? Сюда, пожалуйста. И мне, пожалуйста, наверное... Сколько клея требуется? Да, но требуется очень много клея, кстати. Это прям я делаю на весь клей, еще изоленту трачу на то, чтобы бомбы скрафтить. Надо клея добыть себе. Давайте взорвем эту дверь. Ну, а еще в два раза дольше лутаем мы, ну, это как бы понятное дело. Зато можем лутать. Раньше мы не могли лутать без источника света. Так, бумагу я тоже возьму пока. Так, я бы хотел еще слить немного топляка. Один и два литра, в принципе, пойдет. Че у нас по шинам? Может быть, мне еще тачку разобрать, чтобы шины себе надыбать? А то у меня шин вроде не осталось. Хотя сейчас посмотрим. Не, шин дофига, еще восемь штук. Вы че? Я думал, мне гораздо их меньше. Тогда не буду эту штуку брать. Лучше пока вот ночью я полутаю машины. Посливаю с них топляка, а утром уже пойду лутать дома. Как раз до утра я залутаю все тачки. Да, вот пять утра, и можно уже лутать непосредственно здание. Ничего интересного. Здесь есть гвозди, но не нужны мне гвозди пока что. Чисто ради них лутать полдома неохота. Вот ради трупа можно, потому что они всегда лежат первым. Он впервые их всего находит достаточно быстро. И можно найти нормальный лутик среди них. Так, ну давайте залутаем теперь полицейский участок. Так, сюда, пожалуйста, к папе. Давайте ножовку используем здесь. Пока она имеет прочность, поэтому я лутаю. Блин, кстати, ножовки че-то вообще не находятся у меня. Очень редкий ресурс ножовки. Возьму кофе с собой. Так же быть, залутаю весь дом. Так, ну и теперь мне надо трех скелетов еще обобрать. Но у них, к сожалению, ничего не было. А вот, кстати, о чем я и говорил. Ножовочка есть. Это хорошо. Давайте мы сольем еще немного топляка. Я пока генераторы с собой эти, не генераторы, а аккумуляторы не буду таскать, потому что нафиг надо. Я их смогу в любое время найти. Они в каждой тачке почти есть. Я еще почту забыл залутать, видимо, да? Погнали еще почту залутаем. Так, опять нападение бандитов. Но это не страшно. Ой, как удобно-то, а, на самом деле. И высших никаких нет, и бандиты далеко. Они никогда в жизни до меня не дойдут. Плюс у них ближнебойное оружие, то есть автомат и дробовик. Поэтому я здесь вообще в безопасности. Я могу спокойно сбежать, и мне ничего за это не будет. И теперь бандиты не будут еще некоторое время нападать. Опять, блин, обновляется локация. Не знаю, почему она постоянно обновляется. Так, залутаем почту. Но это фигня, это мне не надо. Понятно, почему она была не закрыта. Потому что тут, собственно, годного лута как такового и нет. Нет, взламывать ради сухарей и... Этого, в консервных банок я точно не собираюсь. Так, посмотрим, что здесь. Ну, я только соль возьму и этот... Трупа. О, халявный шприц. Нормальная тема. Так, здесь что у нас есть? Пусто, грубо говоря. Здесь тоже ничего интересного. Давайте еще тачку залутаем здесь. Надо попить, кстати. Я пить хочу сильно. Давайте мы попьем. Нормально уже бензина набрали. Почти 100 литров. Дальше больше будет, сами понимаете. Бахнем чайку и можем, по сути, еще одни сутки лутать с вами. Нужна ли мне спирт и таблетки, чтобы мне их взламывать час? Сейчас... Ну, давайте, да. Окей. Часик всего потрачу на это, я думаю, оттого стоит. Хотя, блин, один спирт и одни таблетки. Ну, уголь, точнее. Так. Нужно ли мне это? Да, наверное, надо. Как бы тут и сера есть, и водичка. Но мне все пригодится. И еще есть это... Как ее? Серная кислота. И угольные таблетки тоже в большом количестве. Поэтому, я думаю, от этого стоит, чтобы все это залутать. Так, это я заберу. Давайте здесь тоже залутаемся. Блин, чайку бы... Ой, кофейку бы еще сделать неплохо было бы. Здесь вообще ничего не закрыто и дофига лута. Нормальная тема. Интересно, а могут бандиты прям вообще ночью напасть? Прям ночью-ночью? Или они все-таки спят? Да, могут. Реально могут. Так. Давайте я рискну. Зараза, попал все-таки. Я надеялся, что он не попадет по мне. Из-за этого. Из-за защиты, из-за дерева. Там 20% есть шанс, что он меня промажет. Ну, ладно. Я думаю, небольшой урон по своей броне я переживу. Я ее могу починить. У меня кожа есть. Если что. Так это я теперь буду собирать. Самодельные пули. Давай ломом взломаем. Блин, что-то долго он лутает это место. Вроде бы склад провизии. Вроде уже утро. Он лутает прям долго-долго. Так. И мне бы хотелось еще пожрать. Причем вот это вот рано еще есть. Я съем просто, наверное, банку сгущенки. У меня еще, кстати, есть дофига сгущенки, которые надо сварить. Нет, я думаю, это того не стоит. Пофиг на эти дома уже. А вот здесь уже что-то интересное может быть реально. Давайте я сделаю себе немножко кофейку. Так, заправим только наш примус и сделаем себе кофе. Ибо мы уже сильно достаточно с вами устали. Куда теперь пойти? Нам еще надо будет центр залутать с вами. И, собственно, не так много осталось лутать. Вообще. В целом. А, здесь я уже был. Окей, я понял вас. Ну, давай возьмем, окей. Одна нитка. Не стоило того явно. Так, здесь у нас есть проволока, поэтому обязательно берем. Нитки-сигареты. О, прокладочки. Хорошо. Давайте. Я не знаю, нужно ли мне брать сварочные свечи. Наверное, стоит их взять все-таки. Я даже шину возьму, потому что веса еще много. Давайте возьмем парочку. Да не, ради ниток я все-таки не буду это делать. У меня канаты есть. Могу их, если что, расплести. А ради этого стоит, я думаю, потратить время на раскопку этой фигни. Главное, чтобы не напали бандиты, пока я взламываю. И все будет чики-пики. Нифига себе, у чувака, конечно, лута было у одного. Нет, это того не стоит. Так, все. Пока что на сегодня, наверное, мы закончим лутинг. И создадим себе еще одну базу вот здесь. Хочу. Добыча дров. Давайте мы... Да зачем немного, с другой стороны? Я же все равно... И я бы хотел еще, знаете, что скрафтить? Палатку себе. Мне нужно всего лишь... У меня есть дрова, у меня есть веревки, и у меня ровное количество есть этого штук. Мне нужно просто расплести пару веревок, и я смогу... Так, снаряжение. Скрафтить себе палатку и разбивать лагерь в любом месте. Главное, не забывать ее ремонтировать. А, ремонтировать... Не ремонтировать, а это, как сказать-то. Я что-то хотел сделать. Да, я хотел веревки расплести, точно вспомнил. Ну, давайте мы штуку... Штуки четыре расплетем. Блин, быстро расплетает он, так я скажу вам. И скрафтим себе уже палатку. Пусть будет у нас в инвентаре лежать. Будем ее использовать время от времени. Так, сложили палатку, зашибись. Че-то я хотел. Да, я хотел поспать. Да, книгу читать мы уже не будем. Можно, конечно, знаете, как сделать? Можно сделать себе кофе сварить. Попить его и почитать все-таки книгу. Одну хотя бы. Надо все-таки когда-то читать. А утром уже с вами выдвинемся дальше. Так, эээ... О, идеально практически. Немножко, конечно, позже встаю, чем обычно, но ничего страшного. Так, доброе утро. Сто литров бензина, вообще офигенно. Эээ... Нам надо теперь залутать вот эту вот область, эту область. Естественно, здесь тачки. Среднюю область. Эээ... И, по-моему, вот эту область. И все остальное у нас, в принципе, залутано везде, да? Если я не ошибаюсь. И с этим городом у нас будет покончено. То есть, по сути, один-два дня, и все будет готово. С какой стороны начнем? Я думаю, начнем мы с вами с... Эээ... Вот этой вот стороны. Потому что нам нужно будет потом двигаться в Прокопьевск. И мы типа вот так, вот так, вот так, вот так и в Прокопьевск пойдем. Поехали. Для начала надо бы залутать вот эти тачки, наверное. Хотя, наверное, я уже их залутал раз. Или нет. Сейчас проверим. Так, это я... Точно... Нечего? Нет, я здесь еще не был. Отлично. Тогда заберем здесь бензыч и пойдем наверх. Ну, по направлению кверху. Так, здесь у нас есть Трупецкий. Мы его, конечно, залутаем. Но у нас еще, скорее всего, одно нападение совершат, как минимум. О-о-о-о! Антират халявный! Стоит ли это того? Да, наверное. Я не знаю, просто, насколько там дальше будет жестко по радиации. Поэтому набираю на всякий случай антирадин. Я даже иду возьму. Потому что могу. Ой, а вот это вот уже опасно, на самом деле. Видимо, мне придется здесь перезапускать, ибо я получу очень много урона по костюму, а я этого не хочу. Если вообще меня не убьют, а меня, скорее всего, могут убить. Так что я, наверное, все-таки перезапущу здесь. Фуф, очень жарко, дышать вообще нечем у нас сейчас. Прямо в середину дня солнце шпарит вовсю. Сами понимаете, так. И нам надо разобраться еще с другими зданиями. Сейчас будет, скорее всего, нападение еще одних бандитов. Но надеюсь, что их будет в этот раз поменьше. Не, ради гвоздей, я думаю, этого не стоит того. Сюда, и сейчас на меня должны напасть. Да, 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 вот оно. Да, видите, сейчас уже всего два бандита, и я смогу отделаться малой кровью, так сказать. Я очень надеюсь, что эта скотина в меня не дострелит со своей винтовкой. С такого расстояния. И этот чувак даже не смог обойти стену. Отлично. Это прям как-никак лучше для нас. Все, завершить. Давайте мы здесь заберем трупецкий. Готово. Где я сейчас нахожусь? В этом доме или в этом доме? В этом доме. В нижнем я находился. Так, здесь у нас уже залутано. И нам только в ателье надо зайти, получается. В этом... В этом месте. Я не знаю, наверное, возьму эту штуку. Мало ли она пригодится мне для других штук. Буду иметь небольшой запас ткани с собой. Так, здесь ничего интересного. Здесь ради риса я не хочу, наверное, застанавливаться и залутываться. А вот изолента очень важный предмет. Поэтому ее я обязательно возьму. Так, обязательно забираем проволоку. Тоже очень важный предмет. Наверное, не буду забирать спички. Нафиг они нужны. Здесь же спички, да? Да, спички. И я хочу еще залутать последние места. Это просто канава или там машина? Нет, это просто канава. Так, собственно, последние места остались в этом городке. У нас как раз уже вечер. Сможем нормально выспаться еще при этом, при всем. Так, соль, консервы. Нормально у чувака было консервы. Это хорошо. Я бы хотел где-то заночевать. Блин, как назло, рядом с Прокопьевском нету ничего нету, короче. Давайте мы залутаем тогда, ой, поспим в нашем лагере. Нифига себе, здесь все еще костер горит. Видимо, я из него как раз таки направлялся. Так, и я бы тогда, наверное, так, читать. Ну, это понятно. Сюда мы направимся с вами сейчас. Ну, не сейчас, а когда поспим. Я бы хотел сейчас, наверное, что-нибудь пожрать себе, приготовить. Хотя, не, я перекушу просто этими... Не консервами, а с оленями. В некотором роде это консервы, конечно. Либо можно медиком захаваться. Но 15 снимает радиации. Я его лучше на что-то более... Лучшее, так сказать, оставлю. Можно, кстати, еще... Немножко почитать книгу. Я думаю, нормально будет. Готово. Так, и теперь можно уже поспать. У меня ровно 100 литров. Кстати, бензин-то заканчивается. Он быстро раскладывается. Потихоньку. У меня было больше 100 литров, а уже только 100. Давайте я посплю примерно, ну, до... Ну, как-то вот так вот. Надеюсь, мне не очень много здоровья снимет из-за того, что я потерял жажду и голода. Я даже полностью ее не потерял. Так, что мне можно починить? Давайте я починю все-таки рюкзак, а то я потом забуду. Я еще могу его починить? Давайте еще раз починим. Да, я понимаю, что я трачу время, но это нужно сделать. Я хочу теперь еще пойти в следующий городок. Итак, собственно, следующий город у нас. Это у нас... А что это за город? Так, у нас все показатели на минимуме. Я имею в виду голод и жажду, поэтому мы сейчас захаваем с вами банку консерв. И запьем это все просто водичкой обычной. У нас ноль радиации, и все замечательно. Так, труп мы обязательно обберем. Как у нас по тряпкам? 81. Ну, давайте немножко насобираем. Не буду пока забирать дерево. Топорик есть. Возьмем, почему бы нет. Сольем еще немного топлика с тачки. У нас, кстати, почти новый уровень. Быстро мы апаем левелы. Так, я бы хотел, наверное, начать залутывать. Ну, за один день мы вряд ли залутаем с вами. Но можем не спать, потому что мы выспались, и мы можем как бы два дня подряд лутаться, по сути. О, здесь есть хим-лаборатория. Ее можно будет разобрать на хим-набор. Но у меня, правда, этих хим-наборов уже много. Но я думаю, я пять штук себе сделаю, и больше делать не буду. Опять же, огромная толпа бандитов на меня напала, через которую я спокойно не пройду. Они прям со всех сторон меня окружили. Поэтому надо перезапускать. Еще, знаете, подумал немного так, и решил, что, наверное, я не буду лутать нижние города вот эти вот. Потому что мы с вами только полсерии лутали Новокузнецк. Один Новокузнецк мы лутали с вами полсерии. Поэтому я, наверное, просто пойду вверх по городам. Тут очень много еще городов. Я думаю, бензина мне 100% хватит. И мне еще просили в какой-то город сходить. Но я забыл, что это за город. Давайте посмотрим по карте. Может быть, и на карте он указан. Иркутск, Сургут, Омск. Вроде меня просили в какой-то город зайти. Но я не помню, в какой. Где были какие-то крутые квесты. Но точно не в какой-то из этих городов. Это 100%. Не в который, который находится рядом. Скорее всего, в какой-то на карте, где находится достаточно далеко. Ну, посмотрим. Так, собственно, на чем я там остановился? Да, я лутал с вами свою прекрасную штуку. Соберем лутик. И дальше нам нужно разобрать вот эту штуку на... А у меня что, 3 лома всего осталось? Подождите-ка. Да, реально, они быстро ломаются. А химнаборов у меня 4 штуки. Да, еще один можно, наверное, взять. Да, наконец-то же будет нападение. О, рыси всего лишь. Можно, кстати, их прикончить. У них по 100 хп всего. Перемещение 3. Собрать с них кости и из костей сделать клея. Хорошая ли это идея? Я думаю, да, почему бы нет. А, я не достаю. А она сможет пройти через бочку? Нет, не сможет. Блин, они в очень неприятную позицию встали. Ладно, потом как-нибудь с костями разберемся. Потому что, ну, просто карта неудобная. Очень неудобная карта. Я бы мог, конечно, одну из них убить с помощью бочки. Но, кстати, не факт, что бочка бы через стену убила рысь. Я просто не знаю, как она именно взрывается. Но бандиты теперь зато на нас уже не будут нападать, так как на нас рыси напали. Нормально, кстати, падает. О, это я возьму. Дерево я возьму, потому что здесь рядом лесов нет, а нам придется ночевать по-любому. Ну, если даже мы будем двое суток подряд лутать этот город, я все равно на будущее возьму с собой дерево. То есть, по пути, может быть, где-нибудь разведем костер. Давай теперь уже топором. Да, я на час больше времени потрачу, но сэкономлю заряды ломов. Потому что ломы что-то я очень часто стал использовать. А у меня новый уровень зашибись. И винище еще есть. Блин, шашлыка бы охота. Давайте, а давайте на шашлык себе накопим, на самом деле. Мне, по-моему, кто-то писал, что шашлык как-то делается. И мне для шашлыка единственное, что не хватает, теперь это... Как оно называется-то? Мясо. Нужно только мясо, и я смогу себе шашлык скрафтить. Нормальная тема будет. У меня радиации просто достаточно мало, поэтому... Можно особо не запариваться на этот счет. Так, я бы хотел залутать, наверное, эти дома. Чего-то темно стало. Понимаешь, что вечер? Ну, что-то как-то потемнело сильно. Слишком уж сильно. Обычно не так сильно темнеет. А нужно ли нам кофе? Кофе с сахаром? Да не, нафиг надо. О, батарейка! Вот, а вы говорите, почему я обыскиваю обычные трупы? В них такой крутой дроп иногда бывает, что я шатал. Наверное, сверху пойдем. О, АЗС! Там столько топлика можно намутить! Это же красота! Кстати, удивительно, что в Новокузнецке не было вообще ни одной АЗС. Погнали посмотрим, что здесь есть. Вот оно. Блин, здесь дизельная АЗС! Отстой! Здесь больше дизеля, чем топлива. Надеюсь, топливо тоже нормально здесь. Ну, 7-5 литра. Ну, такое. Нормально, как бы, но не очень много. Это как бы две большие машины, и все. Ну, небольшие, а типа у такого... Внедорожника с Буханки. Буханки, короче. Забыл точно, как называется. Так, у нас уже почти утро, можно сказать. Сейчас вот буквально залутаем пару трупов, и будет утро. Да, уже утро. Теперь мы лутаем с вами нижние части карты. Вот пару вот... Либо такая машина, да? Типа внедорожника. Либо Буханка. Это, по сути, две вот такие вот штуки. Столько же. И, блин, здесь еще есть схрон. Сейчас мы к нему направимся с вами. Так, для начала мы залутаем... Залутаем школу. Чувствую, у нас большая часть дня уйдет как раз-таки на лутинг этой школы. Но я надеюсь, что за эти сутки я успею все-таки залутать... Да, на меня опять совершено нападение огромной армии бандитов. Блин, здесь вышка, поэтому я получу урон по броне все равно. Не жалко ли мне один заряд брони? Я думаю, нет. Не хочу просто постоянно с ними воевать. Пусть один выстрел нанесут. Ах ты тварь! Ах ты мразь! Блин, два выстрела в итоге получил. Ну ладно, ничего не поделаешь, что я могу сказать. Ах, печаль, тоска, несчастье. Давайте ломом сломаем здесь. Получилось все-таки много урона по броне. Тратить кожу опять. Но потом будем уже более аккуратными. Когда кожи будет очень мало, мы будем аккуратнее все делать. Посмотрим, что у нас здесь. Открыть люк ломом подручными средствами. Давай ломом. Мы имеем на это возможность. Нифига себе, минус 50! Я бы мог умереть и заснуть сейчас. Мне удалось открыть люк частью лестницы, ведущая вниз. Еще целом, там очень темно. Потребуется фонарь или факел. Осветить. Ставленную бандитами проволочная растяжка. Обойти. Искать тайник. Ящик. Забрать вещи. Пять веревок. 45 гвоздей. Пять мыла. И все? Ну, такое себе на самом деле. Я бы не сказал, что это какой-то особо крутой лут. Ну, просто я уже пытался как-то растяжку обезвреживать. Зачем только? Чисто, чтобы получить себе вот эту вот маленькую бомбочку. Либо же гранату, видимо. Ну, а там наверняка есть какой-то шанс на удачу. И в большинстве своем она вряд ли прокает. Давайте топором. Время есть еще. Могу и топором взломать эту шнягу и получить себе веревку. Так. Давайте полностью залутаем. Так уж и быть. А, да кстати, у нас же есть новая способность. Я чуть не забыл об этом. Сигареты не имеют негативных эффектов. Не, не хочу зависимость. Урон от винтовок плюс пять. Неплохо. Скорость создания. Давайте золотые руки. Я хочу пожрать, попить. Вот давайте сальца поем, потому что она скоро испортится. Она не вечно хранится. И запьем все водичкой, которая у нас в достатке. Так, водяра. Но ножик мне не нужен особо. А что у нас по уровню? То есть я могу какой-то прикольный рецепт разблокировать или типа того? Ну, винтовка мне нафиг не нужна. Тачку могу разблокировать. Ну, зачем она мне? Именно вот эта тачка. Я пока буду на нее собирать необходимые инструменты. Смогу создать уже и генератор, и эту штуку, и уже создать что-то более мощное. Типа буханки. Кстати, а что лучше? 75? Ага. Это медленнее тачка. Буханка. Ну, наверняка она более вместительная. Да, 2,5 тонн, и здесь 4,7. Почти что в два раза больше. Нормальная тема. А тачка, на которой ешь, видимо, всего 500 кило вмещает, да? А нет, 750 тоже неплохо. Так, собственно... Блин, а тут еще много осталось на самом деле. И я чуть не забыл. Я же... Я же от усталости чуть не подыхаю сейчас. Давайте мы сольем немного топлика отсюда вам. Чаек есть, и есть еще, получается, бумага. Ничего интересного. И здесь у нас тоже ничего интересного. Да нет, давайте уж до конца долутаем город. Я понимаю, что я уже сильно устал, но... Блин, я там тачку пропустил. Либо я был уже около нее, и просто там ничего не было. Я вот мог забыть об этом. Так, берем, короче, только самые важные вещи. Ой, блин, хочу это. Хочу ли я так сильно этот мед? Наверное, нет. Прости, мед. Я понимаю, что, возможно, я оставил бедный мед, но... Но нет. Пойдем ли мы через горы, чтобы отсыпаться в лесу? Да я думаю, нет. Давайте просто выйдем из города, понадеемся, что на нас никто не нападет по дороге. И создадим лагерь себе где-нибудь здесь в лесу. Так, разожжем кестрер. И я бы хотел еще... А, подождите, у меня есть шалаш. То есть, давайте проверим. Если я сплю без шалаша, то я сплю до 6 ночи. А если я разверну... До 6 утра. А если я разверну шалаш... Так, где он? Выживание, наверное. А нет, снаряжение, наверное, он должен быть. Нет. Компоненты. Нет, тогда выживание. Да, выживание. Ставим шалаш. И так я сплю до 4.30. Идеально просто. Он и дает неплохой бонус к отдыху. Зашибись. Отлично. Меня все устраивает. Я хочу только посмотреть, как наши вещи поживают. Давайте я починю все-таки свою броню. Палатку можно... Ой, рюкзак еще можно починить. Давайте это сделаем. И шашлык у нас будет, не переживайте. Но я попробую его сделать, потому что я не очень хорошо помню, что для него надо. Но я помню, что вино, соль и мясо 100%. А остальное вот я не помню. У меня сейчас бандиты должны уже в скором времени напасть заново. Из печальных новостей, так скажем. Давайте в оружейную зайдем. У нас две ножовки, поэтому я использую ножовки, а не гранаты. Я буду использовать гранат только в тех местах, где по-другому ну никак нельзя пройти. Так, бандиты парочка. О, так это не страшно. Я смогу легко от них сбежать вообще без проблем. За один ход, тем более. Вообще изи. Так, обыщем трупецкий. Это мы, естественно, разберем. Блин, не выпало, к сожалению, то, что мне надо. Ну ладно. А, я пофигу, заберу все. Ой, трупы-то мне зачем. Нет, трупы мне явно не нужны. Прикиньте, можно с собой теперь трупы таскать и обыскивать их уже непосредственно. Есть карманный фонарик, но он мне нафиг не нужен. У меня как бы есть более мощный нормальный фонарик. Не однозарядный, а на две батарейки. Поэтому мне как-то чхать хотелось на однозарядные фонарики. Они не ломаются, они только разряжаются, как и, собственно, многие вещи в этой игре, поэтому... Есть еще, получается, у нас один кабель. Зашибись. Скоро уже сможем починить, что мы там хотели починить. И надо еще найти этот... Сварочный аппарат, либо же генератор. Я точно не помню, что именно у меня с собой. Но у меня что-то одно из этого. Либо сварочный, либо... Генератор. Так. В школу пойдем залутаем. Сюда-сюда. О, же, теперь я могу носить больше вещей! Так, не знаю, соль я взял, а еда мне не так сильно нужна, поэтому нафиг эту столовую. Библиотека. Я думаю, это последнее, что мы залутаем сегодня. Да, два часа придется потратить, но я думаю, это стоит того. Можно, конечно, опять двое суток не спать, но... Не знаю, стоит ли это того. Да, давайте не будем спать, нафиг надо. Мы можем бодрствовать в течение двух суток спокойно, вообще без проблем каких-либо. Так, давай-ка я тебя покормлю. Ты вообще никогда в моих боях не участвуешь. Все время на грани смерти, непонятно из-за чего. А, неинтересно. Ага, нападение бандитов, целых пять штук, опять же, очередное. Ну, естественно, опять же, задница полная. Придется перезагружать игру. Отпустите меня, не доста... Не доста... Не доставайте меня. Так, посмотрим, что здесь. В этом доме, скорее всего, могут напасть два бандита, поэтому... Медведи, три штуки. Ни хрена себе, здорово. Ходят они по два. А, ну это изи. Тогда я легко от них сбегу. Мясо я с них и шкуру добывать явно не буду, так как у них 600 хп, на них, во-первых, много патронов уйдет. Во-вторых, они, скорее всего, меня просто разорвут до тех пор, пока... До тех пор, пока я хотя бы даже одного из них убью, пробью. Ибо здоровье, конечно, дохренище. Ой, да нафиг этой гвозди. Я вот лучше просто возьму, что мне надо, и пойду дальше. А, вроде все, да? Ну, вон там еще домик стоит, я не помню, лутал я его или нет, но нам как раз в эту сторону, поэтому мы заодно заскочим. Ну, ничего интересного. И давайте этот день посвятим с вами именно... Посвятим с вами этот день приготовлению. Я хочу шашлык, ничего не знаю. Так, как его делать? Вино. Мясо надо, надо найти мясо. Окей, сейчас разберемся. Охота. Нам нужна охота. Погнали поохотимся с вами. Искать. Никого. Дерево. Ягоды. Никого. Ягоды. Так, это... Это нормально, пойдет. Меня устраивает. Да, давай. А, так, коктейль, автомат... Можно мне что-нибудь подерьмовее? Я не хочу тратить патроны на таких лохов. Давайте я возьму... Вместо... Коктейля, наверное, мне не очень-то понадобится. Я возьму что-то наподобие. Чему мне бы все... К макарычу, да? С макарыча их просто завалим. Блин, тут гриб мешается. Так, пистолет далеко достаточно стреляет. Змеи ходят на два. То есть эта штука меня может укусить. Тут леса мешают мне попасть нормально. Нормально. Все, подождем, пока подойдет вторая змейка у нас. Она туда же встала, куда захотела. Так, косой свинтус. Давай-давай, поли. Изи. Так, давайте мы разделаем с вами этих змеек. Мясо есть, еда есть и еще шкур добыл. Так, и теперь мы можем, по сути, замариновать шашлык. То есть нам нужно вино, мясо и соль. Я точно помню, что вот эти вот три предмета. И воды надо, видимо, добавить. Опа-ча, шашлычок! Отлично. А я могу сделать сразу до хрена шашлыка? Если я добавлю как-нибудь вот так. Блин, видимо, для одного вино никак нельзя, короче, сделать больше, чем из одного вина, больше, чем один шашлык. А, я не могу просто делать, видимо. То есть, как бы я не увеличивал количество ингредиентов, все равно получается всего один шашлык. Ну, ладно. Давайте тогда сделаем вот таким образом. Венище. Это штука, водичка и мясо. И готово. Шашлындос! Есть! Готово. Так, где мой шашлык? Я не понял. Здоровье. Шашлык хочу. Плюс 25 энергии. Сейчас зашибись. Шашлык 25. Что это за эффект такой? Шашлык 25. Давайте посмотрим. Способности. Нет, не способности. Здоровье. Да, блин. А как... Что значит шашлык плюс 20... На 25 процентов? Я не понимат. Ну, ладно, пофигу. Насрать, короче. Я хочу разобраться сейчас, получается, с... Можно, кстати, кожу продублить. У меня есть пара кусков кожи. 4 часа можно потратить на дубление кожи. Но, опять же, с другой стороны, зачем? У меня пока есть сухая кожа. Я не слишком требуюсь... Не слишком, короче, мне важно сейчас, по крайней мере, этим заниматься. Давайте мы лучше просто почитаем сами книги, которых у нас уже скопилось 4 штуки. Ну, как я и обещал, мы сделали шашлык. Окей. Так, хорошо. И еще одну книгу давайте прочтем. Так, можно мне пару кофейков сейчас сделать, если вы не против. И надо еще подбросить дров. Не хочу заново костер потом разводить. Давайте мы с вами просто сделаем себе кофейку. Парочку так. Так, оба-оба готовы идеально. Надеюсь, у меня не будет отравления кофеином. По-моему, как гласит это, типа, ну, человек может до 5 чашек кофе в день выпивать без вреда для здоровья. То есть, это, типа, рекомендуемая суточная норма. Поэтому не думаю, что здесь есть передозировка этим. Давайте мы возьмем с вами... Потому что больше пяти ты вряд ли вообще за день выпьешь. За сутки. Я думаю, это практически невозможно. Так, дайте я посмотрю... Что-то я хотел. Я забыл, что. А, да, я хотел дочитать книги, точно. У меня еще две книги было. Думаю, прочтем пару книг сейчас и будем ложиться спать. И последнюю книжку читаем на сегодня. Затем докинем немножко дров и пойдем спать. Так, готово. И надо бы еще, кстати, приготовить что-нибудь на ужин. Не на ужин, а на завтрак. Давайте я сделаю обычное свое блюдо, стандартное. Кстати, я могу просто пожарить мясо с чем-нибудь. А если я с мукой его смешаю, что будет? Просто похлебка. А если я смешаю его с... Лапшой? Ну, тоже похлебка, не получается. А если я соль... Мясо и добавлю, допустим, гречку и воды? Нет. А если я добавлю... Сухари, мясо и... Блин, как сделать панировочные... Мясо в панировке? Хочу. А если я добавлю кашу и мясо? Ну, блин. Эх... Ммм, да. А если я сделаю сгущенку, сахар, мука и вода? Я не знаю рецептов просто, поэтому я... Еще соль, наверное, нужна. Ах, насрать, ладно. Так, дайте я сброшу это все и сделаю что-нибудь нормальное. А, мед нужен, наверное, для торта. Для торта. Базовый ингредиент. Ну, мука, соответственно. Да ты что, охренел? Сколько тебе надо? И сахара еще. Может быть, побольше надо добавить сахара. О, торт! Зашибись! А сколько он требует, если я вот так уберу? Еще уберу, еще уберу, еще уберу. Нет, это уже много. Так, добавляем с вами муку. 10 сахара надо на торт, я понял. Так, ну и, соответственно, воду мы тоже уберем. По максимуму. Да, без воды вообще не получится. 5 муки, 1 мед, 1 банка сгущенки и 10 сахара равно торт. Нифига себе, он восстанавливает, конечно. Давай-ка. Тортик будет сегодня. Точнее, завтра. На утро. Надеюсь, он проживет до того времени. Да, он целых 3 дня. Нормально все. Нормально, мы еще и торт с вами сготовили. Давайте я еще докину немножко дров. И будем ложиться спать. Так, надеюсь, я встану рано утром. Да, как раз таки, в 4 утра. Нормалек. Все-таки шалаш дает неплохой бонус к отдыху. И мы гораздо быстрее и лучше высыпаемся. Давайте мы сложим его. Заберем с собой. Уголь я тоже возьму на будущее. И пойдем с вами дальше. Следующий город у нас это Краснобородский. Который я назвал Краснобородским. Так, собственно, тут есть еще у нас 3 города. И, по-моему, это база бандитов, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Нам нужно с вами двигаться по заданию. Так, так, так. Куда-то назад наверх. Да, ну, далеко достаточно нам еще ехать. То есть, вполне возможно, мы не в этой серии. Ну, в этой серии мы точно вряд ли до туда доедем. И в следующей, может быть, даже не доедем. Посмотрим, как пойдет. Если мы не будем... Не будет так много городов на пути, то мы, естественно, будем реже останавливаться и быстрее достигнем нужной точки. Так, у нас здесь есть, собственно... О, АЗС есть. Блин, и бандиты. Плохо. Так, давайте я залутаю здесь трупик только. Остальное мне, в принципе, вау. Две банки тушенки у чувака была нормально. Так, сначала АЗС или сначала полицейский? Давайте сначала полицейский все-таки. Так, возьму, наверное, эту штуку. Так, здесь у них могут быть, да, вот калаши. Калаши мы будем сейчас собирать, не будем их разбирать уже, так как у нас есть задание. И вполне возможно, мы сможем его выполнить через определенное время. Я нашел сварочный аппарат, разобрав который, можно получить электроды, если у нас уже имеется хотя бы один такой. Так, давай ломом. Хренач. Еще лопату халявную нашел. Либо у нас все-таки генератор. Давайте посмотрим. Нет у нас сварочный аппарат сломанный. Нам нужно один... Один из них можно разобрать, получить до двух проводов, до двух стержней и проволоку. Вообще нормальная тема. Давайте мы его разберем тогда. Двенадцать проволоки. Один провод, к сожалению. Но остальном все нормально. Вот так вот можно... Спасибо подписчикам за то, что подсказали, что их можно разбирать реально на нужные очень вещи. Я бы сам вряд ли бы... Ну не то, чтобы не догадался. Не догадался бы проверить, вот так вот скажем. Разве что случайно, если бы увидел, это как бы не факт. А, так. Давай ножовкой. Хигатево вот это, да. Так, здесь ничего не было, к сожалению. Блин, еще бы надо, знаете, что найти я хочу. Я уже очень долго не могу найти верстак для оружия. Это прямо меня печалит. Я был здесь или нет? По-моему, был. Посмотрим лучше, что здесь. Кастрюля ржавая, не интересует, спасибо. Блин, скоро нападать уже будут, говнюки? Сто процентов. Давай пили! Не хочу тратить бомбочки, а ножовок у нас еще две. Наверное, да? Давайте проверим на всякий случай, а то мало ли я последнюю использую. Не, я использую вот этот вот кусок говна. Это мы разберем. Заберем с собой. Винтовки нам никому тащить не надо. Ничего интересного. Здесь есть труп. Больше мне ничего здесь как бы не интересно. Так, это просто яма без машины. Так, готово. Еще сливаем. О, 12 литров! Вот это уже гораздо... Это что такое? От 10 до 12. Это сломанный КРАС-255. Это вообще не самая крутая тачка вообще, которая есть. Да, да, это самая крутая тачка, не считая вертолета. Офигеть. Я нашел ее. Но я ее, конечно, с собой не понесу. 12 тонн как бы. А, так, что я хотел? Я хотел... Здесь я все залутал. Здесь тоже. Но можно, в принципе, валить. Здесь больше ничего нету. Пока не напали бандиты, можно сваливать потихоньку. Будем в эти города заходить или пофиг на них? Мне кажется, я больше топлива потрачу, езжа туда-обратно, чем я наберу в этих городах. Да и ладно, оставим их, знаете, на крайний случай, когда будем обратно по всем возвращаться. Если что, там топливом будут проблемы, разберемся. Прямо на дороге. Пять бандитов. Просто здравствуйте. У них чувак с винтовкой, он меня по-любому попадет. Как тут не прячься. И гранатометчик очень близко стоит. Так что придется перезапустить. Так, собственно... Сюда мне, пожалуйста. Все, я зашел в лес. Теперь, если я быстро добуду дров... Прям быстро добуду дров и быстро разожгу костер, на меня не успеют напасть. Скорее всего. Да, не успели. И теперь я в более-менее безопасности. Я хотел бы поесть, наверное. Но пока еще не хочу... Недостаточно проголодался. Так, попьем водички, наверное, просто. И будем ложиться с вами. Я сейчас думаю, ничего ли я не забыл сделать. Кстати, достаточно медленно машины ломаются. Это прям топ. Ладно, ложимся спать, короче. А, надо бы... Я вспомню, что я хотел сделать. Надо было разложить палатку. Но, с другой стороны, мне пофиг это. Мне это не нужно. Есть ли у меня книга еще одна? Может, я книжку почитаю? Нет, книг у меня нет. А чем мне заняться, пока еще не ночь? То есть, у меня слишком много энергии. Я не хочу просто так ее тратить. Что вообще у нас по починке вот этой фигни? Нужно еще стержни? Окей. И надо еще проводов несколько. Изоленты надо много. Блин, надо бы поохотиться. Костей набрать? Ну да ладно, это потом. Давай тогда просто дрыхнуть. Утро вечера мудренее. Так, собственно, мы проснулись. И идем лутать с вами ранним утром. Следующий город. Инской называется. Так, вот то, что надо. Блин, точно надо клей, потому что изолента очень быстро уходит. Прямо со скоростью пули. Очень быстро заканчивается. Да, естественно. Господи, вот эта шайка бандитов из 5 человек, она что ко мне так прикопалась вообще? Мне опять перезапускать. Не хочу гранату получать. Кстати, что это за чел такой жесткий? Не этот, а вот этот вот. И он еще, скорее всего, на вышку поднимется, чтобы меня жахнуть. Поэтому, да, придется перезапускать в любом случае. Так, поехали. Я остановился на том, что я лутал трупы. Так, это я заберу с собой. Кстати, медленно верно наш инвентарь забивается. Но он забивается в основном полезными вещами, типа бензина и так далее. Погнали, дойдем до ателье. И на нас снова сейчас нападет противник, скорее всего. О, волки! О, волки! И обычные причем, то, что надо. Так, убираем пистолет, берем что-нибудь помощнее. Я хочу... Наверное, взять... Давайте коктейль молотова. Остальное меня устраивает. Итак, короче, волчары позорные. Вы как-никак, кстати, подвернулись мне Получай, минус один Экономим патроны для калаша Пусть мой волчок тоже займет позицию А теперь, видимо, не до экономии Просто запустим пару очередей в пару волков И у нас есть три трупа волка, которые мы можем спокойно с вами разделать И получить нужные нам кости, мясо, кожу и так далее Нужно ли нам мясо брать с собой, я вот думаю Чуть-чуть возьму с собой Сало засолим, это мы возьмем и кости мы возьмем И можно, по сути, пожрать тортом Блин, жалко, что он энергию восстанавливает сотку А у меня энергия полная Давайте мы тогда лучше перекусим чем-нибудь таким беспонтовым Вот так вот сделаем, запьем это водичкой И потом торт зажрем, когда у нас энергия будет на исходе Чтобы восстановить себе всю энергию благодаря сахару Видимо, который там содержится В жизни это, кстати, не работает Что типа ты съел, это я возьму обязательно Нам сейчас потребуется много с вами воды Поэтому воду собираем Сейчас Белова Тут очень много обычных домов И есть школа еще Можно добыть проволоки и изоленты Если повезет Ничего интересного Кастрюлю ржавую тоже возьмем Потому что нам придется очень много кипятить воды И нам нужно брать ее как можно быстрее Понимаете? Есть тут... Да, тут есть вода Так что нормально Можно не собирать ее А просто набрать Давай топором Гвозди мне пригодятся Потому что тут хлебушек есть И спички Тоже и то, и то возьмем Ну, естественно, раз уж я лутаю дома какие-то с водой Ради каких-то других ресурсов Естественно, я буду собирать и воду Заодно Чтобы меньше воды добывать И меньше тратить время на это Нет, здесь, я думаю, это не стоит того Так, сахарок я тоже, наверное, возьму А рыбку брать не буду Так, стоять Нахрена ты опять взял долбанный труп? Сигаретный магнат в деле Так, давайте сразу наберем воды Я... Мне понадобится много воды Поэтому я сотку сразу наберу Заодно у нас ночь Как раз ночью будем заниматься Именно сбором воды Ну, конечно, конечно же Почему бы, блин, не напасть на меня Целой армаде противников Пистолет Скорость передвижения у чувака 3 Блин, он успеет до меня дойти И не он один Еще, скорее всего, кто-то успеет дойти И снайпер, скорее всего, сядет на вышку Да он, наверное, и так дострелит до меня Хотя не факт Ладно, давайте мы потратим прочность Прочность нашего Того самого И волка я отправлю вот сюда Именно чтобы в него выстрелил снайпер Да, я потрачу один прочность И надеюсь, что гранатометчик не достанет Ну, конечно, конечно, не достанет Еще и бочка меня взорвала Бедный костюм Ну, ему капец, короче Этому костюму Придется его заново чинить Он у меня очень сильно потрепался в этот раз И мне нужно еще добыть 100 воды Нам много-много очень воды понадобится Поэтому добываем как можно больше Тратим на это 5 часов ночью Ночью в 2 раза дольше Это все занимает времени Наверное Но вода нужна Вода нужна в очень большом количестве Поэтому я ее забираю Поедим еще сальца Так, здесь я был Здесь я тоже был Так, гвоздики мы заберем, соответственно И нет, ткань, наверное, мне пока не нужна Уже больше Я думаю, это стоит того Там, кстати, кирку еще можно использовать Оказывается, в игре есть еще кирка Серьезно? Или мне показалось, что это не кирка была? Ну, по-моему, там кирка была нарисована Если я не ошибаюсь Давай ломом Чтобы время зря не тратить Быстренько используем ломик Блин, у меня жажда Я забыл совсем об этом Так, это нам тоже пригодится Я водички хочу попить Как там, кстати, поживает наше мясо И... Блин, 20 часов всего осталось А сало Два дня А, ладно Плевать на мясо Пока что Не знаю, стоит ли ради веревок Обыскивать это все Ну, давайте обыщем Окей Топором Веревки забираем Смотрим, что здесь Библиотеку обязательно Залутываем Да, давайте лом использовать У меня уже ломов Два, наверное, осталось Может быть еще три Черт его знает Я вроде не находил ломов особо Последнее время О, инструменты Нифига себе В школе инструменты Что-то новенькое Так, это мы заберем Стрелы Я пока не хочу Собирать Потому что Я не знаю Пригодятся они мне В будущем или нет Арбалет я пока Не планирую крафтить У меня пока есть Автоматы И оружие Как бы нормальное Да вы задрали уже Че на меня такие Огромные толпы Бандитов нападают Так, будем надеяться Что он не докинет До меня Гранату Этот парень Отлично Все нормально Побег И теперь мы Отправляемся с вами Уже крафтить Непосредственно Этот Клей Пока кости не испортились Надо их быстро обработать Давайте мы сразу Добудем дров Нормально так Хотя Знаете Лучше развести Костер Поближе к городу Вот здесь Здесь где-нибудь Блин Зачем я шалаш Собрал У меня же палатка есть Кстати Я ее собрал Вообще На предыдущем Месте Да Она у меня С собой Все нормально Давайте мы Разберемся Сейчас Этим С костями Так Компоненты Где кости у нас Клей 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 Так Надо проверить Сначала По компонентам Сколько костей Еще 13 дней Вообще Дофига И надо бы еще Выкинуть Этот Мясо Да 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 Прошу прощения Давайте Давайте мы разберемся Что делать С мясом Я бы его засолил По хорошему Пока оно не испортилось Лучше бы его засолить Также Также хотелось бы Разобраться С салом То есть Сало тоже засолить Для него воды Нужно много Ну а я много Набрал Поэтому нормально Все Вода есть Как говорится Да блин Торт испортился Ну твою мать Я совсем забыл Что у него есть тоже Просто сделал торт И И всрал его А знаете Мне пофигу вообще Я хочу торта Ничего не знаю Где мои 10 сахара Где моя Эээ Это Блин У меня меда нету Да точно Там же еще мед нужен был Ну господи Как я мог забыть о том Что торт портится Я такой лох Это просто капец вообще Сколько я буду кипятить Всю эту воду Наверное долго Поэтому я поем сало пока Почему торт восстанавливает энергию А допустим сгущенка нет Это странно Давайте я тогда просто попью воды Блин Ну обидно так за торт Вообще Просто капец как обидно Я все ждал Когда у меня станет Достаточно мало энергии Чтобы его заюзать А О кстати Он достаточно быстро кипятит Тем временем Стоит отметить По сути 100 воды Буквально за пару часов Давайте всю Тогда прокипятим До конца Так и надо бы это Подкинуть в костер Дровишек Так и еще Хотелось бы выкинуть Дрова лишние Пусть лежат здесь Пока что И мы с вами Блин а инвентарь то Забивается Ну бензином В основном конечно Давайте мы с вами Начнем крафтить клей Где у нас клей А у меня есть Эти таблетки Волшебные Да есть Ясно понятно Что дает эта болезнь Давайте проверим В последнее время Меня одолевает бессонница И она усиливается Но с таблетками Она вообще не имеет Получается никаких Негативных эффектов Просто надо таблетки Время от времени принимать И типа Это будет бесследно проходить Либо эффект скрытый Его пока просто не видно Так Два месяца будет Еще эта штука И два месяца Эта штука Поэтому можно не париться Насчет Этой штуки Но надо ее есть Потихоньку То есть солонину И Сало Копченое Так Двадцать три часа И я хотел клей Да Клей 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 Сейчас сделаем Где он у нас Только не говорите Что я не смогу спать Давай На все Пять часов Будем работать Ну это того Я думаю стоит Блин Двадцать один день Бессонницы Охренеть можно И вот эти вот таблетки Меня спасают Которых у меня Достаточно много Шестьдесят две штуки Да Подавляет негативные Эффекты травм То есть по сути У меня не будет Негативных эффектов Из-за этих таблеток Но через семь дней Придется еще одну принять Но это не страшно Клея у меня Теперь просто До жопы То есть у меня Его там сотка А Нет Не до жопы Я думал больше А сделалось достаточно мало Ладно Окей Хочу себе Немножко все Подремонтировать Что требует Ремонта Окей Но на этом Мы будем пока что С вами заканчивать Потому что у меня Уже разряжается Телефончик Сегодня мы с вами Не очень сильно Продвинулись По расстоянию Потому что мы Начали с вами Вот здесь Да Так Все Я просто проверил И можно еще Кстати Блин нет Я лучше не буду Палатку раскладывать Потому что я начну Серию следующую Забуду что я ее поставил И забуду об этом Поэтому пусть лучше Я потом ее разложу Если мне это пригодится А то я 100% Забуду ее забрать Оставлю опять уже Какая палатка будет Третья или четвертая По счету Которую я посеял Заново крафтить Ее потом Ну нафиг Собственно мы и вот здесь Появились с вами Золотали Новокузнец Прокопьевская Вот эту штуку Краснобородский Белово И остановились рядом С этим городом Дальше мы Золотаем вот этот Городок маленький Рядом с которым Мы потом Ленинск-Кузнецкий И пойдем уже Куда-то видимо Вот сюда В Новосибирск Да Как я понимаю А потом пойдем Еще дальше Нам куда-то туда Надо двигать Короче В том направлении В общем Да 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 Окей На этом я буду заканчивать Большое спасибо за просмотр С вами был Ник Удачи До скорых встреч Мы еще увидимся Пока-пока Блин Как же жалко Торт До скорых встреч